В Алматинской области прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе среди молодежи, посвященной светлой памяти заслуженного мастера спорта Ежола Алиманова. Этот выдающийся спортсмен оставил глубокий след в истории отечественного спорта, и теперь его имя живет не только в сердцах его близких, но и на матах, где за победу сражаются молодые таланты. В этом году в турнире приняли участие более 250 борцов, стремящихся не только к медалям, но и к чести продолжить дело своего великого предшественника. Турнир памяти мастера спорта СССР Ежола Алиманова проводится ежегодно и уже стал традицией. В этом году его организовали в четвертый раз. Если в прошлом году соревнования вышли на международный уровень, то в этом году турнир прошел в масштабе республики. Именно на подобных соревнованиях наши спортсмены получают необходимый для развития опыт. В этом году мы съездили на чемпионат мира в Понте-Ведре в Испании, где сборная Казахстана в общем зачете удостоилась второго места. Наши ребята привезли оттуда одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. Несмотря на республиканский статус мероприятия, в турнире приняли участие спортсмены из Кыргызстана, Узбекистана и России. Соревнования продлятся три дня. В предыдущие годы казахстанская команда заняла второе место. Наша главная задача – сделать эти соревнования международными и присвоить лучшим звание мастера спорта. В турнире соревнуются спортсмены до 17 лет. Более 200 участников борются за звание сильнейшего. Среди них и неоднократный победитель республиканских турниров Доссан-Нуркабал. В будущем я бы хотел представлять нашу страну на Олимпийских играх как Деми Ужадраев. Этим спортом занимаюсь уже 7 лет и мне очень нравится. Победители турнира не только получат звание мастера спорта и заслуженные призы, но и продолжат дело из Жола Алиманова. Этот турнир больше, чем соревнования. Это возможность молодым спортсменам прикоснуться к наследию, что вдохновит их на покорение новых вершин. Организаторы заверяют, что масштабы соревнований вырастут вновь до международного уровня.